Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Святитель Иоанн Златоуст во второй беседе после низвержения статуй Было такое действие в истории христианства императорских Говорит нам о злословии Злословище снидает тело братнее, угрызая плоть ближнего Потому и Павел с угрозами сказал Если вы друг друга угрызаете и съедаете Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом Галатам 5 глава 15 стих Ты не вонзил зубы вплоть ближнего, но вонзил в душу злую речь Ранил ее худою молвою Сделал тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим Потому что осуждая ближнего, ты сделал худшим и того, кто тебя слышал Если это грешник, то делается беспечным Нашедший себе сообщника в грехе А если праведник, то впадает в гордость и надмивается из-за чужого греха Получая повод высоко думать о себе самому Вместе с тем ты повредил всей церкви Потому что все слышащие не грешника осуждают, но поражают укоризнами весь народ христианский Не слышно, чтобы неверные говорили, что такой-то блудник и развратник Но вместо виновного они поносят всех христиан Затем ты подал повод к уничижению славы Божией, потому что имя Божие славится Когда мы живем хорошо, когда грешим, оно хулиться и бесчестится В-четвертых, ты посрамил того, о ком распускаешь худую молву Сделал это через то более бесстыдным И нажил в нем себе врага и неприятеля В-пятых, ты сделал самого себя достойным взыскания и наказания Взявшись за такие дела, которые нисколько не принадлежат тебе Никто не говорит Тогда злословил бы я, когда бы говорил неправду Но если говорю истину, то уже не злословлю Хотя бы в твоем злословии и была истина И в таком случае оно преступно Фарисей злословия мытаря говорил истину Но это не принесло ему никакой пользы В самом деле, скажи мне Разве мытарь не был мытарем и грешником? Всякий видит это мытарь Но при всем том фарисей за осуждение его не потерял Все потерял Хочешь исправить брата, поплачь, помолись Богу Дай ему увещание наедине, посоветуй, попроси Так и Павел делал Мы говорим пред Богом к вашему назиданию Чтобы опять, когда приду, говорит он Не уничижил меня У вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих Которые согрешили прежде и не покаялись В нечистоте, блудодеянии и непотребстве Какое делали? 2 Коринфянам 12 глава 21 стих Покажи любовь к грешнику Уверь его, что напоминаешь ему о грехе Усерстая и заботясь о нем А не желая обесславить его Обними его, ноги, облабызай Не устыдись, если только истинно хочешь исцелить его Это часто делают и врачи Незговорчивых больных они целуют Упрашивают и таким образом заставляют принять спасительное лекарство Так и ты сделай это Покажи рану самому больному И это будет Значит, что ты Беспокоишься, печешься И заботишься о ближнем Но убеждаю тебя Заграждать уши не только от злословящих Но и от тех, которые Слушают злословящих И подражать пророку, который говорит Тайно клевещущего на ближнего Своего И сгоню Скажи ближнему Ты намерен Похвалить кого-нибудь И ободрить Открываю слух Чтобы принять это благоволение Если же хочешь злословить Заграждаю вход твоим словам Потому что не могу Принять злословие и нечистоты Что за польза для меня Узнать что-то такое О злой человеку Напротив Отнюдь величайший вред И крайний урон Скажи ему Позаботься о своем собственном О том Как нам дать отчет В своих грехах И обратим на собственную жизнь Эту пытливость И это беспокойное Выведование Какого нам ждать извинения Какого прощения Когда мы о своем И не думаем А о чужом Так любопытствуем Как неприлично И весьма стыдно Проходя Заглядывать в дом И подмечать Что в нем есть Так крайне неблагородно И любопытствовать О чужой жизни Еще смешнее то Что ведущие такую жизнь И не заботящиеся О своих делах Открывая какую-нибудь тайну Умоляют И заклинают Того Кто их слушает Не пересказывать Никому другому Чем и доказывают Что они сделали Дело достойное Суждение Если ты упрашиваешь Его Не пересказывать Никому другому То тем более Тебе не Надобно было бы Прежде говорить ему Об этом Слово было у тебя В полной власти А ты Передавай его Теперь заботишься О сохранении его Если хочешь Чтобы оно Не перенесено Было к другому То и сам Не говори А когда уже Ты передал Хранение Слова другому То лишнее И бесполезное Дело Уговаривать И заклинать Чтобы он Хранил Что ему сказано Но Приятно Злословить Нет Приятно Не злословить Злословище бывает Беспокойный Подозрительный Боязлив Раскаивается И кусает Свой язык Страшася Трепеща Чтобы слово Разнесся Между многими Не навлекло На тех Кем оно Сказано Большой опасности И не произвело Напрасной Пагубной Вражды А кто хранит У себя слово Тот будет жить В совершенной Безопасности И в великом Удовольствии Выслушал Ты слово Говорит Премудрый Пусть умрет Оно с тобою Не бойся Не расторгнет Оно тебя Сираха 19 глав 10 стих Что значит Пусть умрет Оно с тобою Скрой его Закопай Не позволь ему Выйти Не даже двинуться Как бы то ни было Но всего более Старайся даже Не допускать Чтобы тебе Говорили худо О других А если когда И услышишь Что нибудь Подави Умер Сказанное Придай Забвению Как будто ты И не слышал Тогда будешь Проводить Настоящую жизнь Весьма мирно И безопасно Сами Злословящие Когда узнают Что мы Больше Питаем Большое Как пытливость И разведывание О чужих делах Потому что Кто любит Злословить И разведывать О чужой жизни Тому некогда Позаботиться О собственной Так как он Употребляет Все свое старание На разведывание О чужом То естественно Все принадлежащее Ему самому Остается В пренебрежении И то что было бы Хорошо Если бы Ты употребляя Все время На попечение И осуждение О своих Собственных грехах Мог сделать Какой нибудь Успех То так как Ты постоянно Заботишься О чужом То когда Тебе подумать О своих Собственных Недостатках Будем же Возлюблены Избегать Злословия Зная Что это Настоящая Пропасть Дьявола Из-за Подня Устроенная Его Кавастом Дьявол Довел нас До этой Привычки Для того Чтобы мы Не заботились О самих Себе И подвергли Себя Тегчайшей Ответственности Но зло Не в том только Что мы Дадим тогда Отчет в словах Своих Но и в том Что мы Через это Сделаем Свои собственные Грехи Более тяжкими И лишим И лишим себя Всякого Извинения Кто строго Исследует Чужие Проступки Тот не Получит Никакого Снисхождения К своим Собственным Потому что Бог Произнесет Суд Соответственно Не только Свойству Наших Преступлений Но и По твоему Суду О других Поэтому и Внушает Господь Не судите Да не судимы Будете Матфея 7 глава 1 стих Что грех Не только Явится Таким образом Каков он был Но и Получит Большее И неизбежное Прибавление От произнесенного Тобой Суда О твоем Собрате Как человеколюбивый Кроткий И снисходительный Значительно Уменьшает Тяжесть Грехов Так Жестокий Суровый И неумолимый Много Прибывает Прибавляет К своим Грехам И исторгнем Же из уст Наших Всякое Злословие Зная Что если Станем Есть И пепел То и от такой Строгой жизни Не будет нам Никакой пользы Когда не воздерживаемся От злословия Потому что Не то Что входит В уста Оскверняет Человека Но то что Выходит Из уст Оскверняет Его Матфея 15 глава 11 стих Господу Нашему Слава Валеки Ветов Аминь